Улитка-охотина сегодня стала довольно популярным домашним питомцем. Это милое, спокойное существо не бегает по всему дому, не мешает спать, не кусается, не царапает обои, не вызывает аллергии на шерсть. Но улитку так же, как и котенка, можно потискать, погладить, сделать ей массаж. Или позволить ей сделать вам массаж. Даже с небольшим пилингом. У меня охотины живут уже пару лет, и за это время скопились собственные мысли об их содержании, которые собраны в этом видео. Итак, поехали. Для начала общие сведения. Охотины — это род сухопутных моллюсков из тропических стран. У себя на родине в Африке и в любых местах с подходящим климатом, куда они были случайно занесены людьми, охотины считаются вредителями сельскохозяйственных культур. Однако ближе к северу, в том числе в России, где климат не позволяет им выживать в зимнее время, некоторые виды охотин с наиболее красивыми раковинами превратились в домашних питомцев. Вид, который живет у меня, называется гигантская охотина, или по латыни охотина фулика. Раковина такой улитки имеет полосы красновато-коричневых и желтоватых оттенков. В среднем достигает 5-10 сантиметров в длину, но бывают и более крупные экземпляры. Раковины растут всю жизнь, хотя достаточно заметно только в первые пару лет. А живет улитка в среднем, в хороших условиях лет 5-6. Окраска раковины может зависеть от рациона питания. Считается, что чем ярче пища, которой вы кормите свою улитку, тем ярче цвет раковины. Впрочем, я с такими экспериментами не заморачивался. Своих улиток кормлю в основном огурцами и салатом, получая вот такой цвет, который вы видите на видео. Этот рацион образовался сам собой, чисто эмпирически. Именно огурцы и салаты мои улитки поглощали охотнее всего. Причем салат я давал в основном малышам, а огурцы в основном взрослым особям. Другие овощи и фрукты подкладывал лишь изредка при случае. Но вы можете спокойно давать своим питомцам помидоры, кабачки, яблоки, бананы и что угодно еще в этом духе. Принципиально важно только то, чтобы улиткам хватало кальция в рационе. Иначе раковины охотин будут тонкими, хрупкими, могут легко повреждаться. Более того, улитки могут начать подгрызать раковины друг другу. Для того, чтобы избежать проблем, рекомендуется ввести в рацион улиток, мел, яичную скорлупу или что-то еще в этом духе. Мои улитки, впрочем, от скорлупы отказывались. Зато они с удовольствием грызут так называемый панцирь-каракатицы. И довольно громко грызут. Панцирь-каракатицы можно купить в любом зоомагазине. Он продается, как источник кальция для птиц. И, как правило, на упаковке изображены попугаи. Взрослых улиток я держу в старом советском аквариуме объемом чуть более 30 литров. Для него я сделал крышку из пластиковых стеновых панелей с прорезями для воздуха, в которые вставил сеточку. Края, фиксирующие крышку, сделаны из декоративного пластикового профиля, а белая панель исключительно для красоты заклеена сверху куском ПВХ-пленки под дерево. Внутри имеются две пластиковые емкости. В одну я наливаю воду, а в другую складываю твердую пищу. Поскольку пища может начать разлагаться раньше, чем улитки съедят ее, емкость крайне желательна, дабы оградить от смешивания с субстратом. В качестве субстрата я использую древесную щепу для копчения. Для того, чтобы улитки были активными, в их аквариуме следует поддерживать достаточно высокую влажность. Прежде всего влажность грунта. В слишком сухом климате охотины спрячутся в раковины и замуруются специальными крышечками. Причем в таком состоянии улитки могут провести 2-3 недели, что позволяет спокойно уезжать из дома при необходимости, никому не перепоручая заботу о своих питомцах. По возвращении домой вам будет достаточно повысить влажность. Можно опрыскивать все из пульверизатора, однако по моему опыту этого не хватает. Поэтому я чаще поливаю грунт из лейки и держу его не просто влажным, а прямо-таки мокрым. Еще улитки любят закапываться, да и яйца откладывают в толщу грунта. Поэтому желательно насыпать его слоем хотя бы 3-4 сантиметра. Самым универсальным грунтом для содержания улиток можно считать кокосовый субстрат, предназначенный для растений и продающийся в отделах цветоводства и садоводства. Достаточно положить кусочек твердого субстрата в воду, и минут через 15 он напитается влагой, став рассыпчатым и резко увеличившись в размерах. Маленьких улиток я держу именно в кокосовом грунте, так как среди крупной грубой щепы они теряются. По поводу температуры я ни разу не волновался. Учитывая, что охотины родом из тропиков Африки, может показаться важным дополнительный обогрев. Но, по моим наблюдениям, комнатной температуры вполне достаточно. Охотины гермафродиты. То есть, каждая улитка имеет половые органы как самца, так и самки. Это означает, что для разведения вам достаточно взять просто двух улиток. А дальше они сами разберутся, кто из них станет мальчиком, а кто девочкой. Возможно, даже они одновременно оплодотворят друг друга. Половой зрелости могут достичь в самом раннем случае через полгода. Яйца, которые выглядят вот так, имеет смысл убрать в отдельный сосуд, поскольку они могут быть съедены подросшими улитками. Кроме того, раковины новорожденных весьма хрупки и легко давятся от прикосновения. Впрочем, в хороших условиях кладок будет много, а вопрос, куда девать наплодившихся улиток, выйдет на первое место. Пожалуй, это все основные советы для начинающего улитковода. Осталась самая малость. Во-первых, не забывайте, что ваши улитки – существа любвеобильные. Они обожают нежность и активно нуждаются в ней. Гладьте их, целуйте, окружайте заботой и вниманием. Они обязательно ответят вам тем же. Во-вторых, разумеется, невероятно важны резиновые уточки. Да-да, не удивляйтесь. Ведь британские ученые доказали, что каждая резиновая уточка в окружении улитки способна продлить срок ее жизни на три минуты. И еще верховая езда. Никто не любит бешеную скорость так же сильно, как улитки. Обеспечьте их подходящими ездовыми животными и почаще катайте сами на своих руках. И будет вам счастье. Спасибо всем, кто дослушал до конца. Как там положено на ютубе. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, танцуйте веселую джигу-дрыгу на потолке и так далее. Добра и удачи вам и вашим верным охотинам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok